Меня зовут Татьяна Буриева, я представляю благотворительный фонд развития сообщества Гарант. И мы в рамках проекта «Школа Грандмейкинга. Современные вызовы и перспективы» проводим курс вебинара «Конкурсная процедура. Та да я». У нас сегодня второй вебинар курса, он будет посвящен конкурсной документации. И вообще курс – это 10 вебинаров, которые мы проведем до конца февраля. Вся информация есть на нашем сайте и есть на отдельном ресурсе, ссылочку на который я размещу. А сейчас я хочу представить спикеров нашего сегодняшнего вебинара. Это Вячеслав Бахмин, эксперт в области развития благотворительности, грандмейкинга. Один, наверное, из самых таких опытных экспертов в области развития грандмейкинга. И еще один эксперт нашего вебинара – Александр Гопоненко, начальник управления финансовой поддержки фонда гражданских инициатив ЮГРЫ. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну что, будем начинать. Тогда, Вячеслав Иванович, ваша презентация, ваше слово. Да, сейчас запустим презентацию. Так, надеюсь, более или менее видно. Да, видно. Вот так. Отлично. Ну, всем здравствуйте, с добрым утром и с добрым вечером тех, у кого уже вечер. Это второй вебинар из нашей серии. Значит, сразу хочу сказать, что по ходу презентации и рассказа об этой теме, подготовке документов грантового конкурса, вы можете задавать вопросы в чате, и вот Татьяна, она будет любезно мне их зачитывать. Я буду делать некоторые перерывы, и если такие вопросы появятся, я на них буду отвечать. Так, чтобы у вас ничего не оставалось в голове непонятного по ходу того, как будет идти наша встреча. Ну, давайте двинемся дальше. Значит, про ведущего, что тут говорить, вам уже сказали. Вот, поэтому пойдемте говорить про документы конкурса. Итак, у вас конкурс уже спланирован. Это мы рассказывали на первом вебинаре. У вас уже понятно, как он устроен, все элементы конкурса известны. Теперь осталось то, что вы спланировали записать. Записать в виде набора документов, которые и образуют весь документальный корпус для данного конкурса. Какая тут роль этих документов? Ну, вот, если вы знаете, знакомы с социальным проектированием, понятно, что вы сначала создаете проект, обсуждаете его, конструируете, а потом, когда вы его записываете, вот запись проекта, это на самом деле и есть заявка на конкурс. Вот здесь такая же аналогия. То есть вы сначала спроектировали конкурс, а теперь надо все, что вы спроектировали, задокументировать. И это фактически будет описание того, что у вас в голове уже было, когда вы этот конкурс планировали. Теперь, значит, давайте посмотрим, какие типы документов бывают в описании конкурса. Вот здесь они перечислены. Откуда вдруг приказы? Ну, например, для того, чтобы конкурс стартовал, нужен приказ, возможно, начальника организации, который этот конкурс проводит. Или приказы в региональных конкурсах, это приказы местной власти, или указ президента, когда президентский конкурс. То есть вот весь корпус таких распоряжений, который называется там постановление, указы, распоряжения, это все относится к категории приказов для того, чтобы стартовал конкурс. Кроме того, есть так называемые форматы документов разных, которые нужны для того, чтобы регистрировать что-то в ходе конкурса. Это такие шаблоны, форматы, ну, в частности, например, шаблон заявки и так далее. Дальше. Есть тип документов, который называется регламенты. Регламенты – это описание того, как должны проходить разные процедуры в ходе конкурса. Кроме того, есть рекомендации, то есть это такие вроде бы необязательные, но очень рекомендуемые вещи, которые люди, участвующие в конкурсе, участники конкурса, эксперты, должны им придерживаться. Ну и, наконец, протоколы, которые появляются в другое время. Они появляются тогда, когда уже какие-то результаты появились, они оформлены, ну, и можно оформить их в виде протокола заседания чего-то. Вот это как бы типы документов, с которыми, в принципе, организаторы конкурса имеют дело. Мы не будем все эти типы рассматривать, потому что, ну, что такое протокол, и так понятно. Кто готовит эти документы, тоже более или менее понятно. Приказы готовит как бы начальство, которое возглавляет вот саму эту донорскую структуру. Форматы и шаблоны, и регламенты – это готовит команда, которая организует конкурс, как и рекомендации тоже. Ну и протоколы – то же самое. Это по результатам рассмотрения, например, тех же самых заявок. И когда, тоже понятно, до начала конкурса какие-то вещи готовятся, вот в основном все почти готовятся до начала конкурса, кроме протоколов, которые показывают, какой результат этого конкурса и кто победитель и так далее. Вот, ну, двинемся дальше. Вопрос вообще состоит в том, а зачем все эти документы нужны? В принципе, мы можем и так договориться и как бы действовать по договоренности. Особенно, ну, в небольших фондах, при небольших конкурсах, чего столько писать разных документов. Но, с другой стороны, надо понимать, что фонды, которые распределяют средства – это структуры потенциально коррупциогенные. Потому что, когда кто-то распределяет деньги, то всегда есть соблазн и как-то воспользоваться этим. И я знаю просто примеры, когда к руководителям фондов или к руководителям конкурсов обращаются с просьбой поддержать тот или иной проект. Ну, вы сами, наверное, знаете. Звонят, спрашивают, а как мой проект, а нельзя ли его как-то продвинуть. Вот это, на самом деле, очень непростая штука. И для организаторов конкурса это очень неприятное давление, с которым иногда непонятно, что делать, потому что спрашивают люди влиятельные. И вот если у вас весь процесс реализации конкурса регламентирован и документирован, и он утвержден, то вы всегда можете сказать, что, извините, я ничего не могу сделать. Вот у нас есть регламент, вот у нас есть процедуры. И никуда за эти процедуры я не имею права выходить, потому что я тоже, в общем, только часть команды. Я не могу решать как бы и каким-то образом влиять на то, что уже предусмотрено и описано. Так что регламентация и документация – это вещь очень важная. Она, в общем, как бы система безопасности организаторов конкурса. Поэтому я бы рекомендовал максимально все, что можно, все-таки регламентировать в конкурсах. Теперь дальше посмотрим, от чего зависит сам набор документов. Мы понимаем, что конкурсы разные, организации, которые этот конкурс ведут, они тоже разные, и масштабы конкурса разные. Поэтому набор документов тоже различен. Он различен и по составу, может быть, но и по содержанию. Ну, от чего он зависит? Конечно, если конкурс огромный, большой, на всю страну, и много участников, и более того, там разная тематика, разные номинации. Конечно, документов у такого конкурса должно быть гораздо больше, чем у какого-нибудь маленького конкурса масштаба фондов местных сообществ, какого-то типа совсем муниципального. Там какие-то вещи можно не документировать, да и сами процедуры, они проще. Поэтому вот очень многое зависит от того, каков масштаб конкурса, какова цель конкурса, потому что, опять же, в зависимости от того, кто у вас целевая аудитория, состав документов может быть разный. Ну и, конечно, есть ли у вас достаточно ресурсов, чтобы все эти документы создать и придерживаться их в ходе реализации конкурса. Так что вот от таких параметров, конечно, зависит состав документов. Теперь посмотрим, что дальше. Итак, для кого эти документы создаются и как используются? Понятно, что ряд документов создаются для того, чтобы они стали публичными. Понятно, что для того, чтобы кто-то участвовал в конкурсе, нужно, чтобы люди об этом знали. Это значит, что вы для широкой аудитории, потенциально целевой аудитории конкурса, должны какие-то документы опубликовать, так, чтобы это было известно. Кроме того, организаторы конкурса, у них тоже свой набор документов, связанные с регламентацией каких-то процедур. Это тоже для них какие-то документы создаются. Есть документы, которые касаются победителей конкурса. Это, например, договора с победителями о том, каким образом они получат средства и как они их будут тратить, как должны отчитываться и так далее. Ну и, наконец, четвертая группа – это эксперты. У экспертов свой набор документов, который регламентирует их работу, их деятельность, помогает им оценивать проекты. Теперь давайте обратим внимание на ключевые документы конкурса. Конечно, мы понимаем, что набор документов в любом конкурсе разный, но есть документы, без которых конкурс в принципе невозможно проводить. Нельзя проводить конкурс, если каких-то, ну, некоторых документов нет. Ну, наиболее важное – это положение о конкурсе. Фактически положение о конкурсе – это главный документ конкурса. То есть там изложены все основные параметры конкурса, там изложены все основные требования к тому, кто может участвовать и так далее. То есть это основной документ, и фактически он носит очень важный юридический характер. Он такая публичная оферта, договор с публикой о том, как конкурс будет проводиться. Это такие правовые рамки проведения конкурса. Есть объявление о конкурсе, и в чем тут разница? В принципе, можно обойтись одним из этих документов, особенно если конкурс разовый, то и положение, и объявление о конкурсе вполне могут быть едиными. В объявлении о конкурсе вы говорите какие-то конкретные элементы конкурса, которые в положении о конкурсе могут быть опущены. Если у вас конкурс проводят регулярно, то, опираясь на положение о конкурсе, вы ежегодно издаете некоторый документ о том, как проводится конкурс в этом году. Он частично дублирует положение о конкурсе, но там есть еще и конкретные даты, конкретный состав команды, телефоны, временные рамки конкурса, которые меняются, может быть, год от года. И разница в этом, в том, что объявление о конкурсе, оно касается конкретного конкурса в данном, данного времени и в данном месте, а положение о конкурсе, оно может описывать основные параметры того, что из себя этот конкурс представляет. Следующий документ, который очень важен и без которого тоже сложно себе представить существование конкурса, это форма заявки на конкурс. Понятно, что если вы объявили конкурс, то люди или организации, готовые в нем участвовать, они должны как-то откликнуться, они должны представить свой проект, если это проектный конкурс. Вячеслав Иванович, у вас звук выключился? Странно, он как-то ведет себя уже совсем самостоятельно. Сейчас включился, надеюсь, да? Все хорошо, все хорошо. И поэтому форма заявки на конкурс обязательна, иначе люди, которые хотят участвовать, не знают, как себя проявить. Вот, и, конечно, форма заявки на конкурс, она связана с теми критериями, которые мы в свое время сконструировали. Потому что для того, чтобы эксперты смогли оценить полученные заявки, они должны как бы получить в этих заявках нужную информацию. И эта информация должна там присутствовать, которая оценивается в критериях. Вот, поэтому связь с критериями очень тесная. Теперь дальше. Еще один очень важный документ – это договор с победителем. Опять же, он юридический документ. И если речь идет о том, чтобы выделить какие-то средства организации победителю, то нужно заключать договор. В правовом государстве без этого невозможно. Поэтому форма такого договора тоже должна существовать. Для того, чтобы конкурс имел смысл и мог начаться. Ну и, конечно, форма отчетности о выполнении проекта. Каким-то образом те, кто получил средства, они должны понимать, каким образом отчитаться о том, что они сделали. Вот, наверное, это минимальный набор документов, которые действительно важны и обязательны для любого конкурса. Впрочем, бывает так, что все эти документы объединяются в какой-нибудь один. Например, в положении о конкурсе можно объединить и объявление о конкурсе, и форму заявки представить в виде приложения. Можно форму договора с победителем тоже представить в виде приложения и отчетности. То есть получится, что у нас один вроде бы документ. Но на самом деле он составной. И поэтому, как бы в любом случае, вот все эти составляющие должны документированы быть и присутствовать при организации любого конкурса. Так что эти документы в том или ином виде, конечно, обязательны. С другой стороны, нужны ли нам другие какие-то документы, если этих вроде бы достаточно. То есть они как бы самые главные. Ну да, можно обойтись и только этими документами, особенно если конкурс небольшой. И в принципе какие-то вещи можно действительно не документировать. Но я уже говорил об опасности вот такого подхода, и поэтому все-таки я бы не советовал останавливаться только на этих ключевых документах конкурса. Я бы все-таки посоветовал посмотреть на набор и других документов, важных для проведения конкурса, и решить совместно, какими документами мы еще будем пользоваться. Теперь давайте рассмотрим структуру некоторых ключевых документов конкурса, потому что без них нельзя. Понятно, что то, что я буду сейчас рассказывать, это все-таки некоторые типовые вещи. То есть они могут не соотноситься с конкретным конкурсом, и в каком-то конкурсе какие-то вещи могут выглядеть по-другому. Но вот рекомендуемые или такие самые типовые подходы я и постараюсь изложить. Итак, структура положения о конкурсе. Что она включает? То есть мы уже помним, что положение о конкурсе – это ключевой документ конкурса, который и является главным юридическим документом, характеризующим вообще конкурсы, который дает старт конкурсу вместе с объявлением. На этот раз я как раз здесь буду рассказывать сразу и о положении о конкурсе, и об объявлении конкурса, чтобы объединить как бы эти два документа. Итак, ну, вводная часть – это понятно для чего. Это кто проводит конкурс, название программы, в рамках которой этот конкурс проводится, указываются партнеры, доноры, которые поддерживают финансовый этот конкурс, если такие есть. Иногда есть список используемых понятий в данном положении о конкурсе, чтобы люди понимали, что это такое. Кстати, положение, его здесь так назвали, положение о конкурсе, на самом деле название мог быть разное, как вы знаете, что есть, может быть, регламент проведения конкурса, может быть, как в региональных конкурсах, это называется порядок предоставления грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть название может быть очень разное, но суть-то остается все равно одна. Итак, вводная часть – это как бы объясняющая, что это за конкурс, кто его проводит и почему. Дальше цель и задачи конкурса, ну, география конкурса. Вы понимаете, что вот все эти элементы – это то, что уже было спроектировано раньше. Здесь мы не изобретаем ничего, мы просто записываем то, что в свое время мы сконструировали, когда конструировали конкурс в целом. Цель и задачи записываем, географию конкурса, которая может быть тоже разная от всероссийской до муниципальной. Вот. Кто может участвовать – это фактически тот самый фильтр, который показывает и дает возможность кому-то участвовать, а кому-то нет. То есть вы должны описать здесь, кто легитимен участвовать в данном конкурсе. Какие проекты приглашаются? То есть здесь тоже надо понятно и четко описать требования к проектам, которые вы хотели бы видеть, тематику проектов. Вот. И любые другие требования к тому, какие проекты должны подаваться на проекты. Дальше. Обычно описывают также, что не должно быть в содержании проекта, что не финансируется в рамках проекта. Эта перечень очень часто появляется в положении о конкурсе для того, чтобы участники понимали, на что организаторы дают средства, на что нет. Дальше пишется в положении о том, кто как оценивает заявку. То есть есть ли у нас экспертный совет, есть ли эксперты, как они выбираются. И критерии оценки, те, которые вы уже спроектировали, когда проектировался конкурс. Дальше. Какой грантовый фонд в целом и какая максимальная сумма гранта. При этом максимальная сумма может зависеть от того, какой масштаб проекта. Фактически от требований к проекту или, например, какая тематика. По некоторой тематике сумма может быть одна, а по некоторой другая. То есть здесь описывается, каким образом и какие суммы максимально могут распределяться в ходе данного конкурса. Ну, дальше предполагаемая длительность проекта. Она может быть по-разному сформулирована, что проект может начинаться не позже чем или не раньше чем и так далее. То есть вот такие формулировки, они показывают, какая максимальная длительность проекта. И обычно в конкурсах, как мы знаем, она не превышает полутора лет. Дальше. Ограничения в использовании целевых средств. Это не совсем то, что было раньше, о том, что можно финансировать, что нет. В принципе, это касается того, что можно финансировать, но в каких масштабах. Например, я не знаю, ограничения на административные расходы или на использование, на применение, на покупку оборудования. Или еще на какие-то вещи. То есть вот все структурные ограничения, относящиеся к бюджету, они тут излагаются. Дальше. Требования к оформлению заявки. Это тоже важно. Но обычно можно сослаться просто на форму заявки, где ее можно получить и заполнить, и каким образом ее заполнить, и куда отправить. Но, в общем, требование к оформлению заявки может быть кратким. Если это бумажная заявка, а не электронная, то там могут потребоваться даже описания, каким шрифтом это писать, в каком объеме и так далее. Дальше. Перечень требуемых документов для участия. Каждый участник конкурса, кроме самой заявки, должен представить какие-то документы. Вот перечень этих документов тоже в структуре положения о конкурсе представлены. Описан также такой график того, как проходит конкурс. Указывается порядок, сроки рассмотрения заявок и сроки публикации результатов конкурса. То есть описывается с самого начала, что вот объявление конкурса тогда-то, а потом до такого-то числа принимаются заявки, потом они рассматриваются теми-то, экспертами, когда, что получается в результате. И если у вас не одноэтапный конкурс, а, скажем, двухэтапный, то эти этапы тоже здесь описываются по времени, чтобы люди понимали, когда, что происходит в конкурсе. Вот, кстати, мы говорили о том, что объявление о конкурсе и положение о конкурсе – это некоторый юридический документ, в который, в общем, нежелательно вносить, после того, как вы объявили, вносить какие-то поправки. Но чаще всего, если поправки и вносят, то как раз в сроке рассмотрения заявок или в сроке подачи заявок. Часто довольно сроки подачи заявок продлеваются, особенно если видят, что не хватает заявок, и люди не так активно участвуют, как предполагалось. Дальше пишется о том, как происходит финансирование, реализация проектов, когда заключаются договора, что мы требуем от победителя, какое время, какие документы должны быть подписаны. Ну и самое обычное, простое – это контакты организаторов. Возможно, когда будут проводиться какие-то консультации. Возможно, телефон такой горячей линии, если какие-то есть вопросы у участников конкурса, куда звонить. Ну и часто пишут о том, что решения конкурсной комиссии, если они приняты, они потом не оспариваются, не пересматриваются. Или пересматриваются, если есть какая-то процедура пересмотра этих решений, и можно обратиться куда-то с жалобой на то, что вас рассмотрели необъективно. Вот это приблизительно такая примерная структура положения конкурса. Понятно, что она может меняться, что, в принципе, фактически вы можете какие-то вещи упустить, какие-то можно объединить. Но в основном эта информация должна исчерпывающе говорить о том, как устроен конкурс. Теперь, если есть вопросы, не появилось никаких вопросов. Да, как у нас там. Нет, Татьяна? Сейчас, извините. Есть один вопрос. Будут ли выложены шаблоны документов к конкурсу или на каком-то... Это хороший вопрос. Значит, смотрите, на сайте Гаранта там, в принципе, есть книжка, которая была выпущена Центром Гарант несколько лет назад и где приводятся шаблоны большинства документов, о которых мы говорим. Вот хорошо бы, если Татьяна даст ссылочку на эту книжку. Я сейчас дам ссылочку вот как раз на тот ресурс, который мы создали. И в том числе там как бы... Там есть эта книга, да? Да, да. И отчет ваш там размещен. Вот посмотрите в этой книге, там примеры такого рода документов все есть. Ну, то есть, это тоже примеры. Это понятно, что это не руководство к действию, что не надо переписывать целиком. Но приблизительный состав вот такого рода документов, он существует. Можно посмотреть. Больше вопросов пока нет, да? Нет. Тогда движемся дальше. Видите, как... Хорошо. Итак, второй ключевой документ, про который мы говорили, это форма заявки на конкурс. Ну, почему он важен? Почему это важна форма? Она, конечно, очень важна для участников конкурса, потому что это для них руководство. Вот они смотрят на эту заявку, заполняют ее. И фактически это изложение того самого проекта или той самой просьбы на финансирование, которую они отправляют на конкурс. Вот. Форма, так же, как и многие другие документы, и состав элементов этой формы, тоже зависит от тех же параметров. От цели конкурса, от того, какой масштаб конкурса. Фактически, она, эта форма может быть индивидуальна для каждого конкурса. Но есть элементы, опять же, так же, как и положение конкурса, которые хотелось бы видеть в каждой заявке. Значит, кому она нужна, кроме тех, кто эту заявку заполняет? Ну, конечно, она очень нужна экспертам, потому что именно через эту форму заявки, через полученные описания проекта, они и будут решать, насколько проект имеет смысл финансировать. Какие у него плюсы, какие минусы. То есть эксперты должны понимать, что организаторы конкурса требуют от заявителей, какую информацию в каком виде. Поэтому, когда эксперты эту заявку пытаются оценить, то они должны понимать, а что требовалось в свое время от этих заявителей. Они должны эту форму хорошо понимать и видеть, что просили заполнить заявителей. Теперь ясно, что, опять же, в заявке есть два вида информации. Один вид информации, он касается самого проекта, то есть то, на что требуется финансирование. А второй вид информации, он касается информации о самой организации, о самом заявителе. Потому что, когда вы подаете на конкурс проект, который еще не выполнен, очень важно понимать, а кто его будет выполнять. Вот если бы это был призовой конкурс, который уже выполнен там, кто это будет, кто это выполнил, не так важно. Важно, чтобы он относился к той целевой аудитории и все. Информация о нем не так важна. А вот если вы еще оцениваете задумку, идею проекта, описание проекта, то, конечно, очень важно, а кто будет этот проект выполнять. То есть у нас два типа информации о самой заявке и о том, кто эту заявку представил и кто является участником конкурса. У заявки есть таких пять основных сегментов любой заявки на конкурс. Ну, прежде всего, это формальные данные о заявителе и понятно, какая их роль, потому что именно через эти формальные данные мы имеем контакт с заявителем, мы понимаем его юридический статус, мы знаем его адрес, мы знаем, кто ответственен за подачу заявки и так далее. Это все вот такие формальные данные. Кроме того, сведения об опыте и о работе самого заявителя – это та самая часть информации, которая касается того, кто подал заявку и кто будет выполнять проект. Это тоже сведения могут иметь как бы разную структуру, но для эксперта и для организаторов конкурса это важные сведения. Дальше идет описание проекта. То есть описание проекта обычно отражает формат структуры любого проекта. Ну и важно, чтобы в описании проекта присутствовали все те элементы, благодаря которым эксперты будут эти элементы оценивать. То есть они должны соответствовать критериям, о чем мы говорили еще и раньше, то критерии должны быть отражены в заявке. Вы не можете оценить заявку, если у вас нет информации по какому-то критерию. Так что вот структура проекта, она должна как бы отражать и те критерии, по которым заявка будет оцениваться. И, ну, часть описания проекта от описания бюджета, здесь она выделена отдельно ввиду, ну, довольно важности этой части проекта, бюджета. Некоторые эксперты как раз обращают внимание в основном на бюджеты или сметы проекта. И здесь важно решить, какой у вас будет формат подачи, чтобы участники конкурса понимали, в каком формате они должны представить эти данные бюджета. Очень рекомендуется, чтобы к любому, к любой строке сметы или бюджета была возможность представить, и даже требовалось представить комментарии. Вот. Ну, и в зависимости от того, насколько, какова роль софинансирования в вашем конкурсе, тут должна быть возможность тоже представить это софинансирование. Даже если вы не оцениваете специально, у вас нет там критерия по оценке софинансирования, все-таки полезно, чтобы организация могла показать или участник конкурса мог показать, а какой вклад его или его партнеров в этот проект. То есть в описании бюджета хорошо бы иметь вот такую колоночку вклада самого участника проекта. Ну, и прилагаемые документы. Вот там как раз описаны те требования к документам, которые должны быть приложены к заявке. В том числе есть документы, которые обязательны для того, чтобы вообще заявка была принята. Вот это все должно быть в форме заявки отражено. И здесь важен тот самый принцип, о котором я уже когда-то говорил. Это принцип минимальной достаточности, потому что некоторые организаторы конкурса запрашивают вообще все, чего можно от участника конкурса. И это неразумно. Если вы что-то запрашиваете, вы должны четко понимать, почему вы это делаете и что вы будете с этой информацией делать, для чего она нужна. Вот это и называется принцип минимальной достаточности. Ну, наконец, важность аннотации каждого элемента заявки. Если вы что-то требуете от заявителя, от участника конкурса, он должен четко понимать, что это такое. И поэтому хорошая практика, когда в самом форме заявки есть аннотация каждого элемента заявки, где вы описываете, что вы имеете в виду. Если говорите, например, о том, кто как бы участник команды проекта, то вы должны четко описать, что вы требуете при описании участника команды. Или описание опыта. Что должно быть перечислено, когда вы описываете опыт заявителя и так далее. Вот аннотация каждого элемента – это важная часть заявки, которая позволяет получить качественную заявку. Иначе вы получите заявку такую, с которой очень сложно будет работать с пертом, но и вам тоже оценивать, насколько она адекватна для того, чтобы участвовать в данном конкурсе. Вот это как бы формат заявки на конкурс, типовой. Я еще раз подчеркиваю, что, конечно, какие-то элементы могут быть выделены специально в зависимости от того, какие у вас цели, масштабы и так далее, конкурсы. Но вот про описание проекта еще чуть подробнее скажу, потому что это как бы ключевая часть заявки. И здесь тоже есть некоторые основные элементы описания проекта, которые присутствуют в большинстве, во всяком случае, заявок на конкурс. То есть, ну, вот описание проблемы, актуальность, инновационность – это в разной степени может присутствовать в каждом из описаний проекта. Цели и задачи проекта – тоже понятно. Это часть вообще описания любого проекта. Целевая аудитория. Здесь тоже важно понять, что вы хотите от заявителя, в каком формате должны быть представлены вот эти элементы описания целевой аудитории. Потому что некоторым важно количество, например, количественные показатели целевой аудитории, другим важно более качественные элементы или география, где они расположены. От этого зависит требование к описанию целевой аудитории. Центральный элемент – это описание проекта, это описание самой деятельности. И в каком виде эта деятельность может быть, должна быть представлена. Потому что тоже ее можно описывать по-разному. Можно просить просто описать некоторым текстом, что будет происходить в ходе реализации проекта. А можно, что часто делают, представить это в виде таблиц, там плана мероприятий. А можно представить в виде диаграммы Ганта, например, когда у вас там написано и время, и что будет происходить, когда. То есть формат зависит от организаторов конкурса, от вас. Но обязательно все-таки, чтобы план мероприятий был. И опять же, достаточно понятный и подробный, чтобы эксперты могли его оценить. Команда проекта тоже. Какие требования к описанию команды? Это тоже важно, потому что если эксперты оценивают команду проекта, ее квалификацию, качество, опыт работы участников команды, то, соответственно, такая информация должна присутствовать. Мне встречались конкурсы, где команда проекта оценивается, ее квалификация, но в заявке сказано, при описании команды надо указать фамилию, имя, отчество и должность участника команды. Все. Ясно, что по такой информации эксперты никогда не оценят качество команды. Так что вот это один из примеров того, как могут не соответствовать критерии и форма заявки. Некоторые просят описать риски проекта, но это тоже зависит от того, что вы хотите. И это тоже надо объяснить, что имеется здесь в виду. Ожидаемые результаты и методы их оценки, но опять же результаты количественные и качественные. Каким образом участники конкурса собираются оценить, особенно качественные результаты проекта, ну и дальнейшее развитие проекта. То есть, что дальше предполагается проектом, либо он завершается и больше о нем нет смысла вспоминать, либо он каким-то образом будет дальше развиваться. Далее. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Теперь про прилагаемые документы. Опять же, набор прилагаемых документов зависит от организаторов конкурса, какие документы им нужны. Часть документов носят действительно обязательный характер, другие довольно произвольны. Вот хорошая идея, если у участников конкурса есть возможность представить свое описание проекта. Бывает так, что форма заявки не дает достаточно возможности рассказать о проекте. Чем вы подробнее и понятнее рассказываете о проекте, тем легче его потом оценить экспертом. Поэтому такая опция, как свое описание проекта, тоже вещь полезная. Иногда это в виде презентации, иногда это в виде просто текста, но если такая возможность есть, это хорошо. Иногда даже видеопрезентация бывает полезна. Почему? Потому что если эксперты смотрят такую видеопрезентацию, иногда через нее очень много можно понять и о том, кто этот проект делает, и насколько они увлечены, и насколько вообще есть вероятность, что проект будет успешен. Вот возможность прицепить такую видеопрезентацию тоже вещь полезная. Теперь, но есть обязательные документы, как я уже говорил, которые подтверждают, что участник тот самый, который разрешен. Для этого обычно устав, там все формы регистрации, там полномочия руководителя, но весь набор этих документов, которые обычно юристы знают, которые действительно необходимы, чтобы участник соответствовал условиям проведения конкурса. А есть ну еще согласие на обработку персональных данных, тоже надо не забывать, потому что есть закон об охране персональных данных, и важно, чтобы он тоже соблюдался. Ну и письма поддержки. То есть вот здесь надо также различать, что письма поддержки, они могут иметь как бы разный характер. Вот есть как бы три типа писем. Первый тип – это когда, скажем, та же самая целевая аудитория говорит о том, насколько проект важен, насколько он востребован. и это письма поддержки от целевой аудитории. Их довольно несложно получить, но само существование их вещь полезная, хотя сильного внимания эксперты на них не обращают. Второй тип писем – это письма партнеров, то есть те, которые сами вносят какой-то вклад в проект, и в этом письме они обычно описывают, в какой степени они поддерживают проект и что они для проекта сделают. Иногда письма от партнеров путают с письмами от коммерческих участников проекта, которые выполняют какие-то функции за деньги, то есть подрядчиков. Вот тут надо различать, если письмо от подрядчиков, он не партнер. Правда, некоторые подрядчики делают скидки, и тогда они становятся частично партнерами. Это тоже различие имеет смысл тоже как-то учитывать. Ну и всякие другие необязательные вещи, типа грамот, сертификатов обучения, показывающие квалификацию команды и так далее. Ну и еще возможно, что участники конкурса могут приложить результаты каких-то исследований, опросов, которые показывают актуальность проекта, его социальную значимость, статьи экспертов и так далее. То есть вообще это хорошая вещь, когда перед тем, как проект готовится, проводились какие-то предварительные исследования той целевой аудитории или той ситуации, решению которой посвящен сам проект. Поэтому вот такого рода исследования помогают оценить качество подаваемой заявки. Хорошо. Еще один вид обязательных документов это договор и форма отчетности. Ну это опять же очень во многом это юридические документы, поэтому во многом зависит от юристов конкретной команды, которая организует конкурс или организации и форма договора могут быть очень разные. Иногда они короткие, иногда они очень длинные с деталями и все зависит опять же от того, какой юрист готовил данный договор. Теперь нужно еще иметь в виду, что некоторые договоры имеют характер пожертвований и здесь есть свои там засады, которые особенно некоммерческим организациям, которые проводят конкурсы или фондам надо иметь в виду. Вот в частности пожертвования это одна из характеристик любого пожертвования это безвозмездность и это значит теоретически что в таком договоре организация или донор не может требовать чтобы о нем упоминали как о спонсоре или как о финансируемой структуре данного проекта потому что это может быть рассматрено как возмездность то есть за то что финансируется проект вы упоминаете что это мы финансировали какую-то благодарность вы высказываете то есть теоретически это может подорвать юридический статус пожертвования это надо иметь в виду тоже но тут надо советоваться с юристами о правильности формулировок дальше содержание договора тоже понятно куда входит и каким образом будут выделяться средства и какие ограничения на использование средств порядок отчетности и ссылки на формы отчетности возможности корректировки суммы сроков проекта вот это все очень важные элементы любого договора и имеет смысл вот их учитывать и включать в договор потому что они все отражают ну реальность жизни теперь ну ясно что виды отчетов могут быть разные это тоже должно быть отражено в договоре и содержательный и финансовый промежуточный итоговый это все разные договоры разные отчеты и структура что включать в содержательный отчет тоже важно указать потому что очень часто содержательный отчет некачественный с моей точки зрения состоит в том что перечисляется что было сделано в рамках проекта какие мероприятия проведены сколько было участников что было издано и так далее вот на самом деле это конечно не содержательный отчет потому что там содержания особого нет хорошо бы требовать от заявителей некоторые рефлексии по поводу того проекта которые они выполняют чтобы в отчете содержательном было сказано о том что получилось а что не очень получилось по каким причинам какие выводы могли бы сделать участники проекта на основании вот его результатов и так далее то есть чтобы какое-то особенно прокачественные результаты проекта каким образом они были оценены что изменилось в целевой аудитории вот этого часто в отчетах не хватает и поэтому в рекомендациях о том что должно содержаться в содержательном отчете это хорошо бы упомянуть ну и требования к документированию затрат оно может быть тоже разное некоторые доноры требуют полной документации всех затрат копии всех чеков копии всех платежек и так далее вот другие говорят что надо просто перечислить какие документы подтверждают и по запросу например хранить их надо естественно долго и по запросу там в течение какого-то срока они должны быть могут быть запросаны донором и высланы если есть сомнения в том что какие-то затраты были проведены не так как написано в отчете то есть это все зависит опять же от организаторов конкурса теперь мы говорили про то что есть ряд документов которые регламентируют экспертизу конкурса это тоже целый набор документов вот здесь они перечислены в какой степени они будут использованы и каково будет содержание каждого это все зависит конечно от спроектированного конкурса от его организаторов значит вот положение в экспертном совете вообще сначала надо четко понимать как будет устроена структура принятия решений по поводу конкурса вот такая типовая структура ну такого среднего конкурса стоит в том что значит есть организаторы конкурса которые внутри которых есть некая структура отвечающая за конкурс это может быть конкурсная комиссия например которую организатора конкурса приглашают для проведения конкурса или она часть этой команды организации конкурса которая в конце концов решает кто победитель конкурса вот эта конкурсная комиссия она конечно не может сама рассмотреть часто все заявки поэтому она выбирает экспертов назначает их и таким образом делегирует часть своих полномочий потому что она ответственна за результаты конкурса она делегирует часть своих полномочий этим экспертом которых она сама отобрала вот и и вот дальше когда эксперты оценят заявки когда появится там рейтинговая таблица то окончательное решение вот этот экспертный совет принимает либо конкурсная комиссия которая как раз назначала экспертов и о том как устроена эта процедура должны хорошо заранее спроектировать и ей этой процедуре придерживаться этой процедуре придерживаться значит поэтому положение конкурсной комиссии обязательно одно из таких важных документов которые опять же могут быть могут не быть но в любом случае надо договориться о том как работает эта конкурсная комиссия есть процедура предварительной оценки заявок понятно что есть требования технические легитимность участия сроки суммы и так далее и хорошо бы чтобы это было как-то ну описано для тех кто будет проводить техническую экспертизу но чаще всего это через чек-лист можно сделать то есть чтобы на каждую заявку заполнить чек-лист что там есть это 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 и все соответствует техническим требованиям описание процедуры оценки заявок экспертами тоже важное руководство и ну как бы объяснение каким образом эксперты будут оценивать заявка заявку приводится обычно шкала оценок с описанием шкалы оценок но с этим вы знакомы и опять же это все проектируется на стадии создания конкурса здесь это только документация оценочная форма каким образом эксперт должен оформить результаты своей экспертизы там оценки по критериям оценочные баллы формулы там могут быть коэффициенты какие-то веса по каждому из критериев вот такие оценочные формы они тоже очень индивидуальны и зависит от числа критериев и от приоритетов организаторов конкурса примеры вот есть в тех самых документах о которых мы говорили теперь рекомендации для экспертов это тоже очень важный документ который помогает экспертам выстроить единую систему координат для того чтобы они более или менее одинаково понимали как они оценивают поступивший на конкурс проект чтобы не было разнобоев понимания и в оценках вот рекомендации для экспертов если они понятны если они хорошо составлены вот они очень сильно помогают решить эту проблему но есть еще формальные договора с экспертами это в том случае особенно если вы если работа их оплачивается то конечно договора нужны если она не оплачивается то может быть договор как с волонтером а может вообще без договора вот важно не забыть в документах обозначить понятие конфликт интересов конфиденциальность это в основном касается экспертов и членов конкурсной комиссии потому что конфликт интересов это вещь ключевая и надо четко понимать что это такое вот в частности это фактически ну что такое конфликт интересов простыми словами это когда решение о финансировании или не финансировании того или иного проекта оно продиктовано будет не достоинствами или недостатками самого проекта а другими не имеющими отношения к сути проекта мотивами вот это как бы общее определение что это такое и конечно если недопустимо если фонд или его сотрудники или родственники будут вовлечены в оцениваемый проект или участвовать в подготовке заявки кстати если один из экспертов участвовал в подготовке заявки то лучше ему заявить о конфликте интересов вот теперь процедура принятия решения о финансировании это тоже должно быть описано потому что окончательное решение обычно принимает конкурсная комиссия ну или экспертный совет небольших конкурсов и каким образом могут корректироваться или не корректироваться решения для самих экспертов это тоже очень важно описать и в какой ну насколько свободно могут себя вести члены конкурсной комиссии оценивая или ревизуя оценки экспертов это не такая простая и часто недокументируемая недокументированная вещь что очень жаль теперь дальше давайте посмотрим какие еще полезные документы они уже как бы менее важны но они тоже полезны и если есть возможность их подготовить то было бы замечательно ну во первых это рекомендации для заявителей то есть чтобы опять те кто участвуют в конкурсе они одинаково понимали что от них требуется вот самой в самой форме заявки может не хватить даже с аннотациями хорошо бы подробно описать все такие сложные понятия которые нужны для того чтобы грамотно заявка была заполнена ну кроме вот этих инструкций еще могут быть часто задаваемые вопросы иногда полезно вот в некоторых конкурсах появляются такие чек-листы когда заявитель заполнил заявку есть еще такой документ который называется чек-лист и можно по нему пройти поставить галочки что у меня в заявке вот это есть 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 и все все проверить еще раз это тоже полезная штука все это работает на качество получаемых заявок то вообще есть одна из целей конкурса чтобы одновременно конкурс он же является еще и образовательным таким процессом и поэтому очень полезно вот чтобы после конкурса участники его ну получили большую квалификацию чем имели до того рекомендации по подготовке бюджета могут быть отдельные это тоже полезная штука потому что бюджеты это довольно сложная штука и конечно надо понимать какие требования к бюджету устроят организаторов конкурса очень полезно вот здесь я отметил что всякие позитивные и негативные примеры полезны когда вы в рекомендациях показываете как нельзя или как лучше всего примеры такие вот ну и конечно все должно быть описано понятным языком журнал приема заявок это тоже понятная штука полезно чтобы она тоже как-то публиковал этот журнал публиковался чтобы люди видели какие заявки приняты какие не приняты журнал мониторинга и выполнения проектов это уже на стадии исполнения проектов чтобы можно было за каждым проектом посмотреть в какой степени мониторинг дает теоретные результаты ну и инструкция по заполнению форм отчетности тоже полезная штука для того чтобы участники победители конкурса понимали как грамотно отчитаться за то что они сделали вот ну ясно что когда вы готовите документы вы еще раз реализуете то что вы придумали про конкурс и какие-то уточнения эту архитектонику конкурса вносите потому что когда документы готовятся то невольно вы смотрите их обоюдное сочетание и тем самым качество конкурса еще ну как бы становится более ну улучшается надо сказать вот теперь наверное последнее о чем стоит сказать если есть еще какие-то вопросы вот посмотрите Татьяна есть вопросы какие-то нет вопросов нет но смотрите как хорошо давайте дальше последнее о чем стоит вспомнить смотрите документы конкурса прежде всего положение конкурса не стоит нарушать если вы что-то сами для себя задокументировали то старайтесь этого придерживаться это в общем особенно если эти документы опубликованы когда это внутренние документы такой тоже может быть часть документов может иметь внутренний характер такие чисто процедурные или чисто формы какие-то но если вы опубликовали то старайтесь все-таки их эти документы не нарушать теперь недопустимо вот то что часто ну не часто а иногда все-таки происходит при оценке заявок заявку могут снизить по рейтингу или отклонить даже использовать причины которые не упомянуты в положении о конкурсе иногда но вот я знаю что снижают рейтинг например за то что предыдущие предыдущие проекты по ним плохо отчитались или отчитались не вовремя и за это снижают за текущий проект это совершенно возможно я не против того что такое происходило но пожалуйста опишите это в положение о конкурсе вот если это описано то это хорошо если это не описано а вы этим пользуетесь это плохо это тоже важно иметь в виду теперь ну я уже об этом говорил что документы которые здесь все перечислены их можно объединять можно наоборот из какого-то документа вычленить какую-то важную часть и ее отдельно оформить как отдельный документ вот но в целом структура того что происходит в конкурсе она приблизительно такая о которой мы сегодня говорили теперь стоит большинство все-таки таких документов публиковать по разным причинам с одной стороны для того чтобы вы сами их не нарушали потому что если вы опубликовали как-то стыдно их уже становится нарушать а с другой стороны потому что само опубликование документов оно делает организацию которая ведет конкурс более прозрачной повышает ее репутацию и поэтому вот чем больше опубликовано тем лучше это значит нам нечего скрывать у нас все чисто прозрачно и все наши решения понятны и открыты для всех в общем это очень полезно поэтому я бы советовал все-таки опубликовать все что более или менее имеет общественно значимый характер ну и наконец полезно писать документы ясным и понятным языком именно потому чтобы формулировки одинаково понимались организаторами заявителями экспертами конкурса если они понимаются по разному у вас будет разнобой и вы конкурс можно сказать будет неудачным поэтому вот над этим тоже стоит отдельно поработать и так наверное все на этом презентация заканчивается но не заканчивается вебинар насколько я знаю вебинар не заканчивается поскольку нет вопросов то я сейчас передам слово Александру Капаненко начальнику управления финансовой поддержки фонда гражданских инициатив ЮГРЫ Александр пожалуйста как вы готовите документы добрый день коллеги на этом вебинаре я выступлю с позиции действующего практика на примере конкурса на предоставление грантов губернатору игры на развитие гражданского общества для СОК также конкурсов для физических лиц субъектов предпринимательства и креативного комьюнити весьма замечательно что на таких площадках мы можем рассказать о своем опыте и благодарим организаторов за приглашение спасибо буквально два слова я представлю нашу организацию наш фонд учредила правительство игры мы оператор грантовых конкурсов и занимаемся самым широким спектром задач по развитию гражданского общества в ЮГРе но конкретно конкурсами и их запусками и сопровождением занимается только одно управление составе фонда вот все документы разрабатываем основные согласовываем заказчиков конкурса сейчас уже каждый год мы организуем проводим два стандартных конкурса для СОК один конкурс для физических лиц один для ресурсных центров буквально с того года приступили к проведению конкурсов по сектору креативных индустрий нам удалось реализовать уже три независимых друг от друга конкурса в сфере медиа IT и по направлению моды все эти направления отличаются между собой подходами и механизмами в их реализации СОК более-менее понятно но у конкурсов из лиц внедрены активности с охватами из-за тысяч внешних пользователей оценщиков так называемых независимых экспертов а мы называем их общественным жюри и в нашей системе они распределяют виртуальный капитал электронные деньги по заявленным проектам ну и так далее в общем отличительных черт вполне достаточно но все конкурсы объединяет одна экосистема и стандартный набор документов мы понимаем что сейчас в системе инструмента финансовой поддержки работают конкурирующие стандарты это важно и у ФПГ он свой он президентский грант и касается вопрос о документах конкурса и с чего начать опираясь на наш опыт мы начали с исследований сектора и проведения работы по консультированию и обучению СОНК мы изучали лучшие практики в России остановились на подходе ФПГ стандартный раскрытый и опубликованный набор документов лучшей федеральной практики перешел ну собственно и в наш механизм каждый год мы на основе обратной связи от пользователей корректируем документы под нашу территорию это важно необходимый набор документов это положение объявления о конкурсе наборы документов для органов управления конкурсов положение к реакционным экспертным совета регламентирующие документы важных процессов конкурса один из которых это процесс независимой экспертизы договор с грантополучателем это эти документы они находятся в открытом доступе опубликованы на сайте грант-губернатора и применимы для большинства территорий здесь отмечу что после проведения первого блока конкурса в 2019 году мы провели сбор обратной связи от пользователей системы получили четкий фидбэк о том что организациям непонятна процедура проведения независимой экспертизы казалось бы но мы публиковали на сайте конкурса четко регламентирующую эту процедуру плюс к этому в открытом доступе публиковалось руководство для экспертов конкурса с разболовкой соблюдена максимальная открытость но этого оказалось мало открытость конкурса понятность всех его процедур влияет на репутацию конкурса где-то она территория связанного с именем главы региона что важно самое узкое место для себя мы определили этот процесс независимой экспертизы для этого процесса мы максимально доводим информацию до целевой аудитории кто еще не понимает что будет происходить это памятки информационного материала в процессе проведения мы смотрим на то как происходит оценка занимаемся арбитражом заявок это случай когда разница в оценках между экспертами достигает 10 баллов что очень много назначаем третьего эксперта это порядок экспертизы также эта информация содержится в положении конкурса а после процесса мы доводим оценочные листы с комментариями и оценками до организации чьи проекты не получили поддержку для доработки проекта соответственно это из-за оценки мы разработали эти документы конечно мы их особо не регламентировали в своих положениях но они имеют четкий понятный формат для организации когда они могут открыть этот оценочный лист и понять что им необходимо доработать с их проектом для участия в нашем конкурсе ну соответственно конкурса фонда президентский грант это важный шаг в нашей истории ну и немного юмора вот чтобы не становиться амбассадором публичных извинений нужно выявить узкие места в механизме закрытия регламентированных документом исходя из своего свода правил а к нему еще и объяснением на человеческом языке что происходит это формат вебинара ответов на вопросы формат студийной записи или подкасты пока мы используем первые два варианта подкасты не хватает просто ресурсной емкости текста документов всегда мало для общения с пользователями или вашей целевой аудиторией коллеги учтите это учитывать документы грантовых конкурсов это правильно вообще правила положения и правила процессов на примере независимой экспертизы его порядок в этом блоке все максимально понятно на сайтах операторов можно посмотреть действующие версии документов ранее уже говорил название нашего сайта документы также опубликованы в фпг и на сайте granty.rf но все-таки на наш взгляд конкурсы проводить не стоит без понятного набора блок-схем процессов и ясного рассчитанного механизма о емкости этих процессов это внутренние документы которые влияют на качество вашей работы сход правил понятно нужно выполнять но немаловажно организовать свою работу сейчас я вам продемонстрирую как раз таки эти документы и буду готов ответить на вопросы так я делюсь коллеги видно экран да только крупнее можно вот у меня очень мелко смотрите по сути мы разработали для себя для внутреннего пользования понятный блок-схемы по нашим процессам здесь это тестовые документы внутренние документы я показать к сожалению не могу но вот соответственно на процессе независимой экспертизы чуть-чуть крупнее можно Александр еще чуть-чуть получше пошаговый план независимой экспертизе как мы работаем с независимыми экспертами с кандидатами в независимые эксперты соответственно все у нас регламентируется по порядку в наших документах там даже имеются часы дни для кураторов которые выполняют эти процессы я напомню что у нас занимается только одно управление всем блоком от запуска конкурса до сопровождения проектов и приемки отчетности все находится в одном управлении у одних лиц вот поэтому здесь мы разводим эту работу на четкие понятные блок схемы они обновляются ввиду того что мы где-то меняем подходы для реализации процесса в конкурсах здесь блок сопровождения проекта собственно когда куратор приходит или новый сотрудник или старый уже забыл допустим емкость конкурса совсем понятно она превышает около двух лет даже два с половиной если посмотреть по всем процессам старта проведения экспертизы сопровождения проектов и вообще полтора года реализации этого проекта то процесс объемки в этом плане и куратор ознакомился с этими документами и собственно способен реализовать каждый блок без нарушений абсолютно повторюсь еще раз вот правило он понятен это положение там все указано но как подойти к исполнению этих правил это совсем другая история на самом-то деле мало того вы должны понимать что при реализации наших процессов мы должны иметь четкий и понятный свод емкости вот собственно этот самый механизм который у вас сейчас на экране здесь указаны 9 больших блоков о которых мы сейчас будем рассказывать но у меня вкратце остановились только на первом собственно подготовительный этап все эти блоки у нас расписаны в чертах в днях чтобы довести до заказчика важность проведения каждой из этих процедур для того чтобы мы пришли к понятному результату не навредив репутации конкурса если что-то выкинуть из этого большого емкости из этого процесса мы собственно сами себе и навредим что касается первого этапа подготовительного здесь описано первые процедуры работа с положением объявлением конкурса собственно вещь занимает вообще эту работу на 17 часов мало того написать это положение мы должны согласовать его с заказчиком и на это у нас проходит буквально три раунда совещания где-то даже можно назвать это боевыми действиями когда нас пытаются заправить переработать можно сказать какую-то логику которая на наш взгляд не является правильной так как мы пользуемся своим экспертом в плане знаний и объясняем коллегам что это невозможно или это невозможно ну собственно я ранее говорил что мы пришли к тому что в конкурсе физлиц мы работаем уже с 30 тысячами независимыми экспертами это очень большая она гигантская она огромная но грубо говоря все равно договорились с коллегами что эта активность она в наших конкурсах важна и нужна для популяризации этого конкурса связана с самим главой региона собственно коллеги на этом я могу закончить и готов ответить на ваши вопросы они есть в чате вопросов нет может быть кто-то устно хочет сказать задать вопрос ну видимо все понятно Александр спасибо большое я тогда сейчас в чате размещу ссылки ну во-первых это ссылка на тест номер 2 то есть вот по этому вебинару а также еще раз размещаю ссылку с материалами курса мы там размещаем все видео все презентации естественно каждый из вас получит рассылку в течение трех дней трех рабочих дней еще раз с ссылкой на тест ссылкой на видео и с презентацией может быть кто-то если бы к нам недавно присоединился то я хочу сказать что после каждого вебинара можно пройти тест мы смотрим результаты и те кто успешно проходит тест они соответственно получают на электронную почту сертификат по первому вебинару мы вчера всем разослали сертификаты не все прошли успешно поэтому если интересно если у нас есть участники первого вебинара то я могу сейчас показать тест с правильными ответами а Вячеслав Иванович их прокомментирует есть у нас интерес к такому есть у нас участники первого вебинара да да тогда я сейчас выведу слайд да вижу справедливо